Вход на территорию украинского командного пункта в Севастополе заблокирован российской военной техникой. Вооруженные бойцы проникли в часть, вывезли оружие, после чего попытались пойти на штурм. Вооружены стрелковым оружием, ранотометами, снайперскими тонками, атоматами, пулеметами. Они хотят контролировать полностью территорию, за исключением спецсорооружения, которые находятся сейчас на боевом дежурстве. Украинские военные в момент атаки были безоружны. По аналогичному сценарию сотни российских солдат и казаков-добровольцев захватили военкомат в Симферополе, ракетную базу в Черноморском и аэродром в Новофедоровке. В Бахчисарае выкраденный ранее командир автомобильного батальона вернулся в расположение части с российскими войсками и казаками. Солдатам предложил перейти на сторону интервентов. Некоторые согласились и тут же начали вывозить с базы топливо, радиооборудование и другое ценное имущество. Крымские власти требуют от всех украинских военных разоружиться и сдаться. От имени руководства Автономной Республики Крым предлагаю. В период с 9 марта по 10 марта командованию воинской части принять решение о разоружении личного состава, вверенной вам воинской части, сдаче своего оружия на склад и передаче объекта под охрану личному составу спецподразделений Черноморского флота Российской Федерации, базирующейся на территории Автономной Республики Крым, и признании законного правительства АЭР Крым для обеспечения безопасности граждан во время подготовки и проведения референдума. Информацию о захвате военных объектов пытаются скрыть. Журналистов задерживают на въезде в Крым, а в интернете появляются провокационные материалы. Этот видеоролик за два дня собрал больше миллиона просмотров. Солдат, называющий себя сержантом украинской армии, призывает не верить информации о блокировании военной части в поселке Новоозерное. Этот ролик фейк. Провокаторов быстро разоблачили. В руках у бойца автомат Калашникова с сотой серии. В украинской армии таких на вооружении просто нет. Виталий Милевич, Дмитрий Долматов. Первый городской.